А когда не патриарх, все соглашаются. А когда скажу пока, так вы что, серьезно думаете? Я говорю, в первую очередь, я бы поискал где-то место, где нужно спрятаться от церковной мафии, чтобы они меня к вечеру не убили. Самая страшная церковная мафия. Котовольская правде писали, вы просто не знаете, что это такое. Спасения нигде от нее нет. Нигде. От этой мафии, ну, Коза Нострова, Итальянская, можно спаситься от церковной нигде. Даже в тросфору могут яд положить, отравить человека. Это же те святого Венедикта, я не придумываю. Я говорю, как есть. Так что, наша поездка была подтверждением правильности избранного курса. Ну, а теперь, вот, надо работать. Нам нужен еще один человек. И желательно, имеющий шаплевские навыки. Знаете, мы едем дорогой. Так, ну что, считать будем, Слово Божие? Считаем и разбираем. Считаем толпы. Опять со славой. Следующий берет, опять считает. А машина общится своим ходом. Ну, не считает шофер. Но вдруг, переезд через железнодорожное полотно, шофер ему сразу бил в руку, давай считать. А сейчас на железнодорожное полотно заезжать, я не знаю, видели вы или нет. Там вот так вот, допустим, вот это железнодорожное полотно. Дорога идет вот здесь. Она сделана железная. Вот такой ширины пластины. Они на цепях поднимаются. Вся дорога вздыбилась. И тебе не проехать никак туда. Ну, куда ты поешь, так? Представь, там вот такой вот, вот, железная такая плита поднялась с таким наклоном, натянутая. И с той стороны даже все. Поезд прошел. Медленно плиты опустились. Ровная дорога, поехали. Подъемная. Это уже своровали на Западе. Думаю, нашим Ванькам не до дома. Ты давно уже не ездишь. Это уже давно. Он уже лет 15-й. Может. Ты 20-й не ездишь. Я впервые вижу. Я в Севу потеряю. Я понял. Это умно, хорошо. Это в 85-м году я уже ездил. Там уже был. Что бы мы ни делали, мы все время ощущали молитвенную помощь. Сколько говорит. Знаете, это настолько реально. Это даже сказать нельзя. Мы стали вещами на молитву, всех помолились. На душе ликование. Утром встаем, за нас молятся. Но у нас строгий график. Всегда, где бы мы ни были, в монастыре, в храме, в гостях у священников, везде вставали 4.40. 4.40, туалет, молитва, обедаем и срываемся и уходим. Нас уже там нет. А если кто за нами гонится, он опоздал. Нас уже не найти. Поэтому мы прошли как на крыльях. В среднем где-то 850 км каждый день. Сейчас мы будем идти не больше 100-200 км. Большие районные центры, каждый центр проходить. Мы предлагали эту программу Московской Патриархии, они не потянули. Они откликнулись. Не пошли, они не хотят. Людям нужны Евангелия. А говорят, а вот там на свалках находили, там Библии, прям коробками Библии. Бывает. На работу привозили, не православные. Давай, там начальник видит, лежат, лежат. Убрать и выкинули. Наш епископ говорит, мы церковное там издаем, там маленькие журналисты. Ну и давали вместо у него типографию у епископа. Печатает. Ну и библиотека все это нам вернула. Я говорю, мы хотим книги дать. Они вернули, они не считают. И вдруг один из священников, это в Викторе Ференбурге, говорит. Вот давали, значит, Игнатий Бричининов. Не считают. Я говорю, ты на ее феофанозатворника? Не считают. Игнатий Лапкин отдал, считают. Вы что, вроде выше их, что ли? Я говорю, я впитал их всех. И современным языком говорю, конкретно на болевые точки нажимаю. Вот почему. А не тому, что я там выше феофанозатворника. Ну, ревную тоже, батюшки. Нам Бог дал эту власть донести слово до людей. Удачно это, плохо ли? У нас конкурентов нет. И нам сравнивать не с чем. Просто нет. Но распорядок мы поняли, это хорошо. Где мы находимся в лесу, как делаем, это хорошо. Уезжая, нигде ничего не портим. Тишина, свое питание, время максимально сжатое, большое пространство.